Продолжение следует... 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 Борелиоз поражает прежде всего суставы Суставы, некоторые другие внутренние отделы организма А болезнь суставов списывают обычно на артриты И я, к сожалению, наблюдая подрастающее поколение Уже встречал, ну вот как иллюстрации в учебнике Один из учеников рассказывал про своего папу, что Да, укусил клещ, обратился в больницу Первый раз сказали аллергия Пошел, сдал другой анализ, отказался Борелиоз Типичный, в общем-то, случай Или наоборот У меня с первого класса хронический артрит Дорогие мои, да? Артрит хронический с первого класса А спроси, пожалуйста, тебя в детском садике Клещ случайно не кусал? Да что-то такое было Ну а теперь сделайте отсюда вывод В основном, и кстати говоря, Борелиоз встречается для наших самолетов А дальше что с людьми будет? Ну а все он переходит в хроническую стадию и теперь просто лечить хронический артрит В лучшем случае Степень летальности у него, конечно, меньше, хотя и до этого доходит Может поражать мозговую ткань, но прежде всего суставы Кто хочет узнать подробнее, довольно адекватные статьи, даже на уровне Википедии Вы найдете без труда и в любом электронном медицинском справочнике А прививка от Борелиоза есть? Да в том-то и дело, что нет Но к счастью, Борелиоз не такая все-таки частая зараза Но он встречается чаще, он встречается чаще, чем он свалит В два раза Тогда нам, Дмитрий Геннадьевич, надо сворачиваться Собирать все вещички и валить отсюда быстрее На самом деле, давайте сначала, Алексей Викторович, объясним суть сегодняшнего происходящего урока Во-первых, мы покажем, как правильно одеваться и, самое главное, обрабатывать одежду Чтобы до минимума снизиться Во-первых, давайте скажем, где мы находимся Мы находимся, как многие, наверное, узнали В внутреннем фонаре первого корпуса образовательного центра школы Южный город Данная территория от клеща обрабатывалась Это делается каждый год Здесь обработка проводилась примерно две недели назад Мы сейчас, с одной стороны, попробуем проверить, насколько она была эффективна А потом сравним результаты с другими участками поселения Южный город Давайте о методике поговорим Что мы сегодня будем делать О методике Использовать мы будем вот такую ловушку Это уже второй раз на наших уроках мелькают результаты проектной деятельности наших участников С помощью вот этой ловушки в том году похожий эксперимент Один из девяти классников уже проводил Суть довольно простая На такую вилкообразную рану натягивается белая или просто светлая ткань Человек с соответствующими средствами защиты Проходит по обследуемой территории, стараясь задеть верхушку травы И на белом полотне клещ, если есть, его будет видно Мы будем использовать вот такие защитные перчатки Будем использовать пинцеты, если клеща встретим Клеща будем помещать вот в эту банку Специально взяли прозрачную И соответственно сравнивать А что же у нас там, на каком участке творится происходит Как мы будем обрабатываться Давайте сначала локации расскажу То есть у нас сегодня несколько локаций Первая локация это школа и ее окрестности Вторая локация у нас будет Дмитрий Геннадьевич, помогите Придержите, пожалуйста Вторая локация будет это набережная реки Подстепнувка Вот здесь мы будем, соответственно, этим заниматься По обе стороны реки По обе стороны реки Перейдем через мост и поищем клещей тут Дальше следующая локация Это кромка леса Вот это вот Николаевский проспект Здесь, здесь улица Подстепновская И вот это кромка леса И большая-большая площадка Асфальтовая Я думаю, многие, кто живет в Южном городе Знают где Дальше Будем искать клещей в районе поликлиники Дальше И на выезде из Южного города Вот это поле перед Макдональдсом Здесь мы тоже пройдемся и поищем клеща Искать Может быть еще земскую Да, возможно еще земскую Вот, таким образом у нас с вами будет Достаточно полная картина Относительно различных районов Южного города Погода сегодня подходящая Солнечная Дождя не было Мы как раз такую заказывали Для этого охотничьего сезона, можно сказать Клещ реагирует только на тепло Вот я начал говорить о том, что его называют майским Кто хоть раз видел клеща Вот эту вот букашку Размером с полспичной головки И абсолютно плоскую Посмотрите еще раз на его изображение Смотрите на размер головы И задайте сами себе простой вопрос Где там мозги Которыми он думает Знает о том, что наступил май Догадывается, что под деревом проходит добыча У него и глаз как таковых нету И запаха у него нету Он ориентируется только на одну вещь на свете На тепло Ночью на земле тепло Сверху холодно Он сидит на земле Солнце вышло Он пополз наверх И поэтому основной ареал его обитания Это трава и кустарник То, что наверху солнце Наверху дерева солнце Он, в общем-то, не знает Он не знает, что дерево высокое Он не может связать то, что Раз сейчас светло А вы знаете, света он не видит Значит, надо ползти наверх дерева Там тепло Поэтому интеллектуальные возможности клеща Они, в общем-то, и сильно преувеличены Алгоритм очень простой Доползает до края травинки Ждет Идет мимо млекопитающий Основной переносчик клеща Это все-таки грызуны Прицепился Ищет наиболее горячий участок Вцепился Довольно долго Напивается При этом его тело трансформируется Напился Все Жало Хобот Он сам вытащить не может Найдите, если вам интересно Из обращения хобота клеща Да, многорядный гарпун Он захочет его не может вытащить Поэтому он отваливается Только когда вокруг этого хобота Начинается, ну как вокруг Грязная заноза, заражение Ткань стала рыхлой, мягкой А клещ стал тяжелый Он взял и отвалился Все На этом, собственно говоря Его история закончилась Но со слюной Он передает Два вот этих основных заболевания Клещевой энцефалит и барелиоз Почему мы будем работать в перчатках Барелиоз В отличие от энцефалита Может передаться Через Даже такой Безукусный контакт с клещом Поэтому, когда вы с ним Работаете Да Или даже собираетесь его снять Руки обязательно должны быть защищены Или Если вдруг вы клеща снимали Вынимали Немедленно руки обработать Все уже знают, что такое санитайзеры Благодаря особенностям нашего периода Хозяйственное мыло Многократное тщательное мытье В общем-то Ненамного хуже Вот А может быть и лучше Это к вопросу о технике безопасности Ну и надо сказать, что Ну и Дмитрий Геннадьевич Привит от клещевого энцефалита Я У меня вся семья привита Ну да На прошлой работе Нас всех прививали от клещевого энцефалита И даже Нельзя было выйти на работу Если у тебя нет прививки Если ты не принесешь справку о том Что у тебя Организм готов Встреча с энцефалитом Все же энцефалит он Чаще встречается, чем барлиоз Но он по крайней мере подвержен профилактике Да, да Профилактика про него очень ясная И простая Это прививка И буквально недавно я проверял Как бы свою прививку Я сейчас уже На другой работе работаю И поэтому Готов ли мой организм Встреча с энцефалитом Я проверял специально Сдается специальный анализ Где? Его можно сдать в любой Лаборатории Я вот сдавал лабораторию Которую около меня дома Не помню как называется Ну то ли инвитро То ли сити лаб То ли еще как-то Какая-то из них То есть частная лаборатория Анализ стоит 300 рублей Избирается кровь И анализируется готовность Организма Наличие антител Клещевого энцефалита Вот у меня они Соответственно в норме Поэтому энцефалита Я сейчас не опасаюсь Но еще раз Почему Про барлиоз Меньше думать Я пока такие страшилки Рассказывал Есть у него одно слабое место Да, от него нет прививки Но Но На первой стадии Пока идут вот эти самые Красные пятна Он очень легко подлежит Лечению Проходится просто Курс довольно простых Антибиотиков И вы про этот барлиоз Забываете Как про страшный сон Тут гораздо опаснее Забыть Пропустить Вот этот момент И По-моему Два года назад У нас в школе Был у нас прецедент Ученик По-моему Девятого класса На уроке Вот мы разбирали Барлиоз Он поднимает руку Говорит А у меня была аллергия После укуса По-моему Тетушке Он сказал Я говорю Когда? Три месяца назад Я говорю Бегом к тетушке И через день Он пришел И сказал Что да Тетушка сходила В больницу У него подтвердили Что у него был барлиоз И начали его лечить Ну вот Последний Скажем так Момент Начальной фазы То есть Здесь Успел человек Предупредить Многие Ну я По-моему Человек 10 Уже встречал У нас в школе Кто проходил Через вот этот Ну Правильный алгоритм То есть Поняли Что это не Аллергия Сделали дополнительный анализ Выявили барлиоз И Собственно говоря Все в порядке Да Курс лечения прошли Это обычно 10-12 дней По-моему Вот И забыли про него А если сразу забыть Тогда просто через полгода Вы начнете лечить Ранее не существовавшую у вас болезнь Прежде всего артриты Ладно Хорошо Все это мы теперь Думаю достаточно полно осветили Давайте про одежду И про обработку поговорим Ну На самом деле Возможности одежды Защитить вас от клеща Они весьма ограничены Клещ плоский Поэтому он пролезет Через любые манжеты Какие бы они тугие не были Я вот одного клеща Ловил даже Под Очень тугой Гладкой резинкой Был у меня такой костюм И туда он пролезает Поэтому Здесь нам на помощь Приходят две вещи Первая основная Это мозги Собственные Если ты прошелся по кустам Надо просто взять Посмотреть Вот так вот отвернул Край Заполз Не заполз Не заполз Все Осмотр лучше всего проводить Сразу как только вы покинули заросли Клещ никогда не кусает быстро От момента попадания Вот на поверхность тела До укуса Проходят Ну не менее 15-20 минут А иногда несколько часов И кстати говоря Когда клеща на одежду Переносишь домой Иногда бывают укусы тех Кто даже из квартир не выходил Да Алексей Викторович? Конечно Вот Таких случаев тоже довольно много Вот Что мы еще По поводу одежды Можно часто встретить рекомендацию Что Края брюк Надо заправлять в носки Вот таким вот образом Ну Давайте так То что клещ всегда ползет вверх Это миф Я вот сам вынимал Клеща у пацана Из пятки Внизу Как вы понимаете Клещ в этом случае не полз Он ползет туда Где горячо Если обувь плотная Натирается То он скорее поползет В общем-то вниз Но если он поползет Вот отсюда вниз То он очень быстро Скроется у вас из глаз Поэтому Я предлагаю Принять следующую методику Вот я буду одет По принципу сверху вниз То есть то что надето сверху Находит внахлест на то что внизу И куртка у меня не заправлена В штаны Как многие советуют Да И брюки у меня на выпуск Что мне это дает У клеща очень много времени Займет путь Чтобы Попав вот сюда вот на поезд Да Чтобы до меня добраться Это ему надо длинный путь проделать За это время я успею осмотреться Но Кроме всего прочего Стыки одежды Будут обработаны средствами Ну мы сегодня взяли два Moskitol Gardex Не тот который отпугивает А тот который для обработки одежды Они очень долго работают И две недели есть И полторы Вот Есть и два месяца Даже стирку выдерживают Такие вещи Что они дают Клещ попадая на обработанную ткань И считают что погибает через две секунды Ну вот сегодня у нас будет Бану с клещами Коротко о принципе Работы этого Это нервно-паралитический яд Для насекомых Но для человека он Для человека он безопасен Вот обрабатываем края Не кожи ни в коем случае Края В смысле не свою кожу Да И то в общем-то Это перестраховка Но Но Хочу сказать На что надо обратить внимание Такие средства Они Имеют возрастное ограничение 14 лет Связанно с процессами Которые происходят в организме Как вы видите Я обрабатываю Стыки одежды Поэтому чтобы Обработку надо производить Обязательно на свежем воздухе Если сейчас Клещ попадет сюда То чтобы попасть ко мне Он должен будет пройти Через какую-то обработанную Полоску ткани И там его ждет Как вы понимаете Неприятный сюрприз Примерно так Давайте я вас тоже Давайте вы Снимайте Давайте Ну что я Добавить хочу То есть я тоже Ответ Похожим принципам На предыдущей Опять же работе С клещами мы Общались достаточно плотно И такой совет От людей Которые Живут в сельской местности И много ходят по полям Он заключался Очень просто То есть лучше И от охотников Лучший способ Защититься от клеща Если нет у вас Ни средств Ни возможности Как правильно одеться Это носить резиновые сапоги То есть Это логика Точно такая же О которой сейчас говорил Дмитрий Геннадьевич Клещ ползет снизу вверх То есть Хотя бы Если вот так вот Обутать Вот Вы его Либо увидите Главное не забывать Осматриваться Либо он сам отвалится Ну естественно да Как только вы вышли Из заросли Вы осматриваетесь Ну я одену резиновые сапоги Вот пока Алексей Викторович Одевается Я хочу один такой Натурный эксперимент Еще Дальше Смотрите как я одет На мне ПБш на исподне Нас тоже заставляли Его носить Тоже это связано с тем Что Клещ сразу как бы Ну не проникнет к телу Будет виден Ну и осмотр Понятное дело Верхнюю одежду Снимаете Поднимаете Исподне Посмотрелись Вывернули одежду Посмотрели ее С обратной стороны И одели обратно Если раздеваетесь Дома Тогда одежду Сразу в ванну Ну да Светлой ванне Вы легко увидите Что там где-то что-то есть Я хочу Немножко просто Из собственного опыта Поведать Несколько случаев На Максимальное количество Клещей За единицу времени Который удавалось Мне вот засечь Это 36 штук За полчаса Клещей попал Ко мне на одежду Но на человеке Который шел за мной В таких случаях Очень важно идти Друг за другом Клеща соберет первый На человеке Который шел за мной Было только два клеща Но не было ни одного укуса Почему? Мы их вовремя замечали И снимали С группой учащихся Там в другой школе Да Мы попали на такую Очень неприятную Сильно населенную Клещом территорию У нас уже В Самарской области Вот Нас было 10 человек Собирали мы Примерно по ровну И один самый Занудливый Десятиклассник Решил клеща считать За два часа Он снял у себя С одежды 150 Штук почти Там 140 с чем-то А Нас было 10 человек То есть Получается Что у нас Полторы тысячи Клеща попали За час Небольшим На поверхность Одежды Но еще раз хочу сказать Ни одного укуса У нас Не было Итак что Начинаем Так Дмитрий Геннадьевич Сейчас выбрал Тот участок Солнечный 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 участок На котором Он будет проводить Исследование Взял рулетку Отмеряет 10 метров 10 метров Он отмеряет При помощи рулетки Вот одна вешка стоит Другая вешка стоит Напоминаю Что вот этот Вот участок От плеча Обработан Здесь проходил Санитарный Обработан Дальше берется Ловушка Я сейчас пойду Постараюсь Потому Мы специально Растянули На солнечной стороне Да И вот такая вот Методикой Волной Змейка Дмитрий Геннадьевич Проходит Территорию Кстати По поводу сезонов Самый ранний Случай Укус клеща В Самарской области Который я знаю Это Вторая половина февраля Причем у себя На дачном участке Смотрим Нет, нет, нет Только грязь Букашек даже нет Ну а Напоминаю Что вот этот Газон Обработан Теперь мы Наверное Давайте с вами Отправимся На Газон За Заборной Школой Сначала Надо будет Сейчас Делать Обметку Показать Как Отмечаем Результат Собираем рулет Да Обязательно Осматриваемся Потому что мы Побывали на территории Потенциально Зараженных Лещом Если вы Хаждые 15-20 минут Даже Хотя по зарослям Будете проверять Особенно Все участки Которые имели Контакты С ветками В принципе Это Само по себе Достаточно Надежная Мера Профилактики Даже Лучший Мер То есть Сейчас Мы были Вот здесь Вот На этом Участке Где у нас Спортблок И Блок Да Блок И подстанция Да Блок И подстанция Здесь у нас Клещей Не обнаружено Ноль Ну это Наши полевые записи Соответственно Потом Если мы Обнаружим клещей Сведем все это Обязательно В ролике В ютубе И все будет там Хорошо Изображено И все понятно Сейчас по трансляции Мы пройдемся еще Здесь Да Я предлагаю Вот здесь Вот около Фермерского хозяйства Да Выйдем Или можно Вот около того дома Тоже земская Ну да Здесь По улице Земской Под трансляцию Пройдемся И На этом Пока трансляцию Прекратим Остальные Результаты На других Локациях Вы сможете Посмотреть В ролике В ютубе Да Да Попутно Дмитрий Геннадьевич Видите Идет И всю территорию Которую он проходит Он Исследует На предмет наличия Клещей Ну что Чисто 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 Что-нибудь Рассказывайте На самом деле Когда вот Предыдущие Подобные Исследования В рамках Своей научной Деятельности Проект Проводили У нас То Самая большая Плотность Клеща Была выявлена Около Поликлиники Южного Города Один То ли Трава была Выше Да И за Мостом Подстепновки В том регионе Да Это самые Интересные места Но про укусы Здесь Которые На территории Южного Города У меня Была информация Как раз Вдоль Земской Кто-то Там Цеплял Клеща Вот Ну проверим Насколько Изменилось Ну пока Пока Получается Вот мы были Специально На солнечной Стороне Двора Потому что Именно на солнце Реагирует Клещ Там он активен Да Наверное Сейчас Синий ветер Мы сейчас Уйдем Отверт Ни разу Ни разу Врете 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 Нет На кожу Попадали Часто Это я даже Как бы Не считаю И как раз Потому что Я Ну с полевой Практикой Имею опыт Общения Со своего Седьмого Класса А это страшно Сказать уже Сколько лет Вот Первый раз Экспедицию Я Археологическую Поехал В 84-м году И с тех пор Как-то Каждый год Вот И Интенсивность Клеща Конечно Была Самая Красная Красная Класса Приучаствовать Себя Любит Почаще Смотреть И поэтому Ну как Замечать Да Я его замечал Довольно часто Рекорд Вот я говорил Южный Урал Это Такое Эльдорадо Клещевое И кстати говоря Вот в регионах Где клеща много Там Все эти Болешки Борельоз И Энцефалит Воспринимают Абсолютно Серьезно Во многие Не то что там Работа Как у вас Алексей Викторович Да На В детских сайтах Ребенка Не устроишь Без Привитки Но так же У нас Жигулевский Например Все школьники Привиты Сто процентов Еще Энцефалит Так Ну что возьмем Здесь или За Бугром Да давайте здесь Потому что там Скорее всего ничего не будет Там по карипаху Ну то есть От того что вас Не кусал клещ Вы не знаете Как его вытаскивать Не умеете Нет Зачем Я его вытаскиваю Не знаете куда его деть потом Нет Не в этом дело Я сказал что меня не кусал Рулеточку можно Да Конечно У других Я клеща вынимал Я не помню сколько раз На разной стадии Вздутия Можно так сказать Так где трава Повыше Вон там наверное Дальше Ну давайте Еще раз отмеряем Участок Специально Я думаю кто живет в Юшке Тем понятно Что это за место Это край поля Где сейчас идет стройка С улицы Земской Ветерий Геннадьевич Проходится Клещевым пылесосом Так что у нас там Опять же эти газоны Чисты Да Что не может не радоваться Ну а тут в чем дело Тут стройка Газоны эти перекапывали Несколько раз Поэтому собственно мы здесь И не рассчитываем на удачу Интересно что будет дальше Что будет на берегу под стеклом Сейчас мы поедем туда Если действительно Там у нас были Хорошие результаты То мы включим трансляцию Если там будут результаты То мы включим трансляцию Еще раз Еще раз посмотрим И онлайн покажем Как выглядит Естественно клещ Вот Дмитрий Геннадьевич Правильно делает Снова осматривается Я же беру Сан-Шеф Клещевым пылесосом Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это клей, Дмитрий Геннадьевич? Нет И хорошо А это Это тоже Улетел Клещи не летают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok вот смотрите это не клещ вот этот нет 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 это как-то жучок как он называется слоник слоник кстати говоря о жучках слониках иногда можно встретить разные данные вроде как о размерах клеща на самом деле надо учесть что мы сталкиваемся можем столкнуться в один и тот же период времени с тремя фазами развития клеща личинка нимфа и взрослый это но промежуточной стадии взросления визуально они отличаются друг от друга только размером причем каждый вот от последующей примерно раз в два если взрослый клещем где-то вот до 5 миллиметров максимум то соответственно где-то 23 миллиметра это личинка нимфа а личинка соответственно будет где-то около двух миллиметров и у нее немножко другие пропорции она более такая вот вытянутая остальном да это такой же каплевидное тело такое же количество лапа расцветка та же самая вот просто это разные стадии взросления но еще надо наверно сказать что вот говорят эксодовый не эксодовый эксодовый это род клещей то есть их может быть несколько видов они их много разных видов википедию откройте посмотрите то есть эксодовых клещей которые переносят энцефалит и болезнь лайма ну их около 20 видов это первое второе если вы живете самарской области даже на территории жигулевских гор существует частично высотная поясность то есть в том плане что различные клещи различных видов живут на разной высоте если около волги они будут одного вида наверху они могут быть другие особенно это хорошо заметно походах по крыму например высотная поясность там на разных участках по вышине встречаются клещи разных видов меня вот например супруга когда ходила в поход по крыму она их собирала специально баночку проводил такое небольшое исследование они всей группы собирали клещей ей в баночку и потом они их исследовали ну биологическое исследование было понятно ну что следующий участок следующий участок да и вот и 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 той же за раз нет из одной и той же подмышки на в разные года мне вот из себя извлекать не довелось из других извлекал многократно и наверное также как я вы много раз сталкивались с такой совершенно популярной легендой про то что если клеща залить маслом нечем будет дышать потому что клещ дышит через потому что он дышит не скажу через что через попу я думаю уважаемые зрители вы тоже даже слышали эту легенду давайте разберемся с этим вы заливали клеща маслом хоть раз зачем то есть вы не проверяли нет я не не проверял через что дышит клещ идут ли пузырьки из попа у него когда заливаешь масло тогда позволю себе на камеру рассказать один любопытный случай тоже из практики как-то раз лет наверное 13 назад уроки про клеща один десятиклассник там жутко успешный медалист поднимает руку и говорит дмитрий иначе вот вы биолог тогда чего рассуждаете про клеща я вот читал в книжке название которого понятное дело не помню что клеща надо залить маслом не против решать ли он выяснил но вы взглядываете вполне логично поэтому позвольте я вам не поверю я говорю да пожалуйста господи дело твое я тебе объясняю почему я так долго показываю рисунок хобота его да поэтому можешь не верить но на то мы это решили то есть удел десятиклассник учителем уже через три недели мы отправляемся в летнюю школу на троли на той стороне волги это турбазов полет вам знаком, да? вот и буквально на второй... мне хорошо знаком этот турбазов да там Алексей Викторович будучи тоже десятиклассником впервые хлебнул педагогического хлеба я бы так сказал да? вот именно хлебнул педагогического хлеба да ну очень удачный был так вот и буквально после первой же ночевки стучится ко мне в палатку один из преподавателей я в палатке живу тактично постучился Дмитрий Геннадьевич можно вас на минутку или что случилось? ну можно вас вот пригласить в корпус в доме все жили в корпусах я в палатке вот выхожу стоит этот самый десятиклассник время 4 утра какой-то странный, а что случилось? ну понимаете его клещ укусил я говорю, как укусил? вот же из домиков ты не выходил, за компом сидел весь день прошлый ну вот как-то укусил, вот мы хотели спросить, что делать? ну поскольку я-то понимаю, что делать его с клещом надо теперь везти в клиническую больницу это будет все не скоро переправа будет не скоро ну в любом случае двое-трое суток в запасе есть торопиться некуда вот но тут я пришел, я понял, какая подложка с упирающимся молодым человеком ну скажем так, пошутить я говорю, что ты там говорил про масло? он говорит, а у меня нет масла я говорю, у меня есть у меня было с собой растительное масло поливаем в пузырек масла я говорю, ну давай опрокидывай, запрокидывай, держи мне все равно надо умыться, кофе сварить, попить только говорю, скажи сколько будем ждать? ну что, не двое, не трое суток но его хватило на 10 минут вот, он уже там по цвету лица немножко изменился волнуется вот, потому что одно дело за партой умничать а другое дело, когда клещ в тебе любимом сидит я говорю, ну что, вылез? он говорит, нет будешь еще выпендриваться? нет ну и хорошо какую роль играет масло? или как еще иногда и советуют любой увлажняющий крем вот, девчонки сейчас поймут меня лучше, чем пацаны почему? потому что растительное масло, так же как и крем кожу размягчает и из такой кожи его просто, ну, немного легче вытащить вот и вся разница ну да, этот гарпун становится нет, дело в том, что кожа становится мягче кожа мягче и так держится гарпун просто не затягивается когда вы вот раздавите пинцетом не надо его там, никаким пинцетом просто раздавить тем более, когда вы вот вот взяли клеща и приходится кожу буквально попасть и начинаете его шатать вот так вот в разные стороны, да и зазубренные гарпуна они просто то с одной, то с другой стороны потихонечку выходят процедура может занимать разное количество времени все зависит от того, насколько давно он впился если хоботок держится только за верхнюю часть кожи а вы наверное знаете, что верхняя часть кожи она мертвая вот то тогда все происходит достаточно быстро но иногда надо повозиться там несколько минут у вас какой рекорд вот был? ну минут пять мы но очень аккуратно и медленно да, очень важно клеща придутся живые но я тут позволю как бы ремарку сделать пальцами я ни разу не вытаскивал несколько раз вытаскивал пинцетом обычным то есть там главное схватить клеща не за тело а почти в том месте, где он присоединяется к коже там где хоботок и держать пинцетом за это место но это надо делать аккуратно более надежный и более безоборотный способ ниткой делается петелька она опускается на кожу вплотную затягивается и тогда узел завязывается узел этот получается перехватывает тоже хоботок и меньше шансов раздавить клеща или порвать его или вытушить цилипу вот самый удачный способ да, вот петлей у меня получалось плетеная леска идеальный вариант она очень тонкая и как многие знают она очень прочная вот есть специальные типа маленьких гвоздодер можно нарисовать можно нарисовать ну сейчас с собой нету то есть это такая похожа она на фомку гвоздодер ну да, на фомку на обычный гвоздодер то есть это вот такое вот приспособление практически натуральную величину я его рисую а вот эта часть она сделана по принципу гвоздодер да, то есть вот там такая вот соответственно вершинка вот здесь она то есть клеща его помещаете в то место хоботок вот сюда и при помощи вот этого гвоздодера не как резко как гвоздь а тоже такими с разных сторон движениями ну шатающими такими потихоньку его вытаскивать ну буквально это все занимает 4-5 минут ну вот с такой штукой фабричный причем как-то продается в аптеках практически в любых да с ней я один раз работал ну получился вообще меньше чем за минуту ну да с ней очень удобно вот эту фабричную штуку купить можно она стоит какие-то гроши ну там в пределах 100 рублей она должна стоить и несмотря на цену вещь вполне себе эффективна для чего клеща извлекать живым Алексей Викторович давайте поясним клеща извлекать живым нужно как раз для того чтобы снились те вопросы которые вас могут мучить на протяжении нескольких недель после укуса сразу вы себя плохо не почувствуете не надо как бы тут особенно впечатлительные люди если укусил клещ они сразу становятся энцефалитными чувствуют недопрягание да это прям резко с ним происходит первые симптомы проявятся через месяц а то и больше ну нет нет клещевой энцефалит он проявляет если это самая серьезная самая опасная так сказать формы этого клещевой энцефалит в течение 72 часов вот про болезнь лайма да то есть это симптомы которые нет болезнь лайма проявляется у нас сразу вот она буквально в качестве концентрических кругов которые расходятся от места они довольно большие вот такого размера да то есть похоже на острую аллергическую реакцию то есть если вы видели такие круги на себе и знаете что у вас в это место присутствовал клещ то это практически 100% а про энцефалит можно сказать что он проявляется ну не сразу от 72 часов до полутора месяцев до полутора месяцев да и вот у вас есть это время для того чтобы клеща проанализировать сами вы с этим не справитесь во первых что будут делать врачи специалисты когда будут анализировать клеща первое это они определяют его род и вид то есть они определяют относится ли он к эксодовым и относится ли он к переначиванию энцефалита это первое второе они поместят клеща специальный раствор выделят экстракт из василюных желез и на основе вот этого экстракта сделают ПРЦ анализ то есть определят наличие ДНК вируса энцефалита в клеще и ДНК вирусов вирусов бактерии ну не суть ну и ДНК боррелиоза чем бы он не взывался посмотрите в википедии кстати вот вам домашнее задание выяснить что такое боррелиоз вирус это или не вирус боррелиоз часто в медицинском учреждении можно встретить рекомендацию 48 это подстраховывается но это то время за которое можно начать эффективную профилактику энцефалит а сами симптомы к чему не часто люди не обращаются ну вынул и вынул я чувствую себя хорошо значит он не энцефалитный потому что я такой мастер я его определил а когда проявятся первые симптомы ну больше всего похожие на тяжелую форму гриппа тогда к сожалению в общем то бывает уже поздно и вот этот длительность какой-то период есть те самые подводные камни полутора месяца вот о чем речь то есть есть два момента есть время для обнаружения эффективной профилактики это до 72 часов и есть время проявления заболевания когда эта профилактика уже не работает вот что важно понять для того чтобы лечить ну вот допустим предположим да там есть все ДНК отлично что это значит вам необходимо по одной капсуле ампуле что там гамма глуполин да ну да характерный гамма глуполин к слову что такое гамма глуполин 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 это да если вы знаете как работает коммунитет это целый комплекс и антитела это то что позволяет получить характерный иммунный ответ на какую-то болезнь вот поэтому у человека если у него нету опыта общения с энцефалитом нету привет ему нужны антитела гамма глуполин собственно это и есть готовые антитела которые позволяют организму выявить вирус гамма глуполин и его победители сейчас кстати к слову я слежу с новостями буквально несколько дней назад это 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 они появились в англии одновременно в израиле и еще где-то в европе какая-то следовательская группа заявила о том что они тоже выделили то есть эффективный метод лечения вирусов это как раз вот характерный гамм они колются внутримышечно насколько я помню и норма ну как у человека болеет это 1 ампул на 10 км то есть в течении 72 часов если человеку делают такой укол то он не болеет вообще и я хочу сказать что у этого глобулина есть еще одно свойство вы вдруг столкнулись с необходимостью поехать в заведомо сильно инфицированную территорию но раньше этого не планировали и не успели сделать себе прививку да прививки есть нюанс прививка не дает сразу эффект она дает эффект примерно через несколько месяцев вообще врачи рекомендуют делать за полгода до клещевого сезона прививку осенью вот вот вы не планировали но судьба так вот повернулась а ехать надо вы можете сделать себе такую же профилактику глобулиновую и тогда в течение двух недель какие бы клещи вас не кусали какая бы у них не была поганая слюна ничего у вас подобного не будет вот но опять же это касается энцефалита да но это касается только энцефалита но такая профилактика она одноразовая то есть если подытожить медикаментозную часть нашей сегодняшней встречи три вида профилактики да краткосрочная это вот гамма-глобулин глобулин долгосрочная это прививка которой потом придется ревакцинацию делать каждые три года ну на самом деле это нормы каждые три года я вот например прививку не делал уже шесть лет но я не делаю прививку я делаю анализ на иммунный ответ и если количество антител падает то соответственно нужно делать ревакцинацию у меня оно было в норме по состоянию на март этого года вот ну и третий вариант об этом тоже не следует забывать это ваши собственные мозги ну еще есть четвертый вариант это противовирусные препараты надо о них сказать йод антиперин так называемый ну а у них эффективность меньше чем у глобулинов но тем не менее эффективность у них тоже есть как вариант если нету возможности купить глобулин он достаточно дорогой нету возможности сделать прививку то хотя бы вот йод антиперин он стоит совсем небольших денег там в пределах 500 рублей по моему упаковку с собой можно взять в случае укуса пропить курс это достаточно эффективный противовирусный препарат он снижает возможности вируса по заражению клеток организма ну давайте все-таки не будем давать жесткие медикаментозные рекомендации нашим слушателям да 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 мы же не врачи нет мы не врачи нет 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 мы так просто мы пассажиры клещемобиля который отправляется в следующую подозрительную территорию территория итак вперед итак итак итак